Британские войска Но это были не готы, это были канадцы. Точнее тогда еще жители горстки британских северных колоний, мстившие американцам за сожжение годом ранее города Йорка, нынешнего Торонто. На дворе стоял август 1814 года. Всем привет, я Егор Зырянов и вы на канале Red Room, где мы говорим о мертвом и мертвых, об истории... И сегодня мы говорим об истории Канады, а в частности о том, как она вообще умудрилась остаться отдельным государством, будучи колонией Великобритании и будучи главным соседом США. И да, территории Канады нередко были именно что камнем преткновения, я бы сказал окровавленным камнем преткновения в отношениях этих двух держав. С одной стороны, канадские колонии, нависшие с севера, были вечной угрозой для штатов, особенно учитывая тамошнюю численность британских гарнизонов. С другой стороны, объединение этих частей Северной Америки могло бы стать абсолютно имбалансным, суперпрофитным проектом. Соединившись, Канада и США стали бы самой большой по площади страной мира, с крупнейшими на планете запасами нефти, воды и пахотных земель. Культурное пространство у них в целом общее, живут канадцы и американцы вплотную, большая часть населения Канады живет на юге. Но при всех этих, казалось бы, идеальных условиях для единства, эти страны живут порознь. Давайте разберемся, кто и когда пытался завоевать Канаду, как канадцы воспринимают себя и свою историю, и почему они не стремятся превратить свои 10 провинций в очередные 10 звездочек на американском флаге. В начале 1776 года в Новой Англии на Атлантическом побережье современных США было жарко, шла война за независимость. Генерал Джордж Вашингтон осаждал эвакуированный, но еще британский Бостон. В разгар сражения в штаб Вашингтона в Кембридже пришло анонимное письмо от некоего жителя окраин Британской колониальной империи. Аноним выражал солидарность с великой борьбой и намекал на то, что его родные земли не прочь присоединиться. И, вероятно, этим человеком был один известный коммерсант и политик из Новой Шотландии. Его имя было Джон Аллен, а Новая Шотландия была тогда одной из северных колоний Великобритании, одноименный современный канадский штат. И да, как ни странно, у него были некоторые причины говорить так от лица всей колонии. Когда в 1775 году 13 колоний восстали против Лондона, в Северной Америке насчитывалось аж 23 британские колонии. К северу от 13 восставших находились еще 4. Остров Принца Эдуарда, Ньюфаундленд, Новая Шотландия и Квебек. И теснее всех с революционерами была связана Новая Шотландия. Оттуда рукой подать до штата Мэн. Три четверти из 20-тысячного населения колонии это выходцы из Новой Англии. Сам Бенджамин Франклин был новошотландским помещиком. А все дело в том, что жители Новой Шотландии это приезжие. И да, я знаю, что в колониях все приезжие, но это приезжие-приезжие. В 1713 году англичане отвоевали у Франции этот клочок северной земли, изгнали оттуда всех, кто говорил по-французски, и продали эти земли по дешевке жителям соседней Новой Англии. И приезжие составили каркас новой колонии. Когда в начале 70-х годов 18 века обстановка вдруг резко накалилась, жители Новой Шотландии сформировали свои общественные комитеты, вроде тех, что были в 13 колониях. Более того, в Новой Шотландии даже закосплеили бостонское чаепитие. В бостонской гавани с бортов британских кораблей скидывали чай, а в столице Новой Шотландии Галлифакси жгли сено, которое предназначалось для британского гарнизона в осажденном Бостоне. Тот случай, когда собака на сене, это собака вот из этого мема. И черт возьми, она в нем еще и чай пьет, вы понимаете? Джордж Вашингтон еще в 75-м году отправлял в Новую Шотландию своих секретных агентов, чтобы те выяснили, а готова ли колония к полноценному восстанию. Но эти агенты не смогли найти корабль. Я серьезно, они просто не смогли найти корабль, который довезет их до Новой Шотландии. Я не знаю, возможно, это была просто отговорка для начальства. В любом случае, надо сказать, что секретные службы в США прошли довольно долгий путь от вот этого, да, знаете, современных операций ЦРУ и так далее. Но Новую Шотландию не нужно было уговаривать, она сама шла в руки. В 1776-м, после письма Джона Аллена на поклон к Вашингтону, прибыла делегация жителей колонии. Вашингтон был осторожен и заявил, что вторжение в колонию, где еще не начался мятеж, превратит американцев из борцов за свободу в агрессоров. Лол. Вроде бы тогда это еще не было так забавно, и вроде бы все хорошо, но... Вашингтон лукавил. Американцы уже вторглись в формально мирную британскую колонию. Пока делегация Новой Шотландии вела переговоры в Кембридже, голодная и вымирающая от оспы американская армия прозебала в окрестностях канадского Квебека. Американцы безуспешно пытались взять город еще прошлой зимой. Это были лучшие части Вашингтона, но даже с ними вторжение в Канаду провалилось. Так что не зря отец-основатель сомневался насчет быстрых решений. И это, кстати, был не последний раз, когда американские соседи кидали или игнорили сочувствовавших им канадцев. И да, Канада еще не существовала, а слово Канада уже было. Так вот, в следующий раз делегация от Новой Шотландии попробовала протиснуться в ряды молодой американской нации на континентальном конгрессе в Филадельфии. Но конгресс, занятый тогда обсуждением Декларации независимости, не проявил интереса к северянам. И несмотря на это холодное, как мертвое бывшее отношение американцев к соседу, восстание в Новой Шотландии все-таки случилось. В конце 76-го повстанцы-патриоты под руководством британского, кстати говоря, офицера Джонатана Эдди осадили крупный форт Камберленд. Проблема заключалась в том, что у восставших не было ни численного превосходства, ни даже пушек. Но главное, поблизости, в колониальной столице в Галифаксе находилась вооруженная до зубов британская база, откуда до Лондона был налажен настоящий военно-морской хайвей. Короче, восстание Эдди быстро кончилось, и это довольно сильно деморализовало всех местных патриотов. А тут еще в 76-м взяли Бостон, и тамошних лоялистов пробританских депортировали в Новую Шотландию, так что баланс сил стал вообще не в пользу сторонников независимости. Но все же главной причиной того, что жители Новой Шотландии не присоединились к американцам, были сами американцы. Когда Галифакс захлестнула волна беженцев из 13 колоний, Вашингтон натравил на них своих каперов, пиратов на государственной службе. Те не делали различий и опустошали побережье Новой Шотландии независимо от того, чьи там были поселения, местных колонистов или сторонников короля. Ночные рейды каперов из Новой Англии были худшей рекламой нового американского государства. Впрочем, хоть сейчас уже никто и не помнит, как ребята из Новой Шотландии околачивались у дверей Конгресса. Несмотря на то, что колоний строго 13, вот тех самых из которых потом создали США, никто не помнит про эту 14-ю колонию, про Новую Шотландию, в учебниках про это особо не пишут. Вот несмотря на все это, связей у Новой Шотландии и США все еще миллион. А если вы спросите любого болельщика в Галифаксе, кто его любимая команда, то вы услышите The New England Patriots. Не обидно людям за 76-й год, понимаете? Но Канада состоит не только из Новой Шотландии. Вернемся на 16 лет до американской революции, когда осенью 1759-го англичане окончательно стали настоящими хозяевами Северной Америки, захватив крупнейший французский город на континенте – Квебек. Тогда в разных частях планеты шла война всех со всеми, первая в своем роде. В Европе ее называют «семилетней», а в США – «войной с французами и индейцами». За взятием Квебека последовал крах французской власти в Северной Америке и переход всей Канады к Великобритании. Из всех колоний на территории нынешней Канады самый гостонаселенный был Квебек. Около 60 тысяч человек в одной только столице. Это очень прилично по колониальным меркам. Во всех конфликтах с Великобританией Квебекцы воевали на стороне французов. И если Новая Шотландия была в основном англопротестантской колонией, Квебек всегда был франко-католическим и населяли его французские колонисты. На момент американской революции они находились под властью британской короны всего 16 лет и вроде как особых причин любить ее у них не было. А тут еще в 78 году американское восстание поддержала их родная Франция. Ну, казалось бы, Квебекцы должны присоединиться. Вот он, прямой путь к революции. И действительно, континентальный конгресс США с 74 года посылал Квебекцам аж трижды письмо с приглашением присоединиться. Но ни разу на этот инвайт даже не ответили. Французским колонистам, доставшимся английскому королю как трофей, долго не доставалось никаких доступных англичанам прав. Но прямо накануне американской революции в 1774-м Георг III пошел на уступки. Легализовал французский язык, французское гражданское право и католическую веру, а в обмен попросил вести себя смирно. В Квебеке католическая церковь могла взимать десятину склонистов. И им это понравилось. Ну, просто потому что католическая церковь, например, в самой Англии вообще была запрещена. Ну, а местные франкоязычные землевладельцы получили сигнал, что они могут спокойно жить, ничего не бояться и даже участвовать в местном самоуправлении, как британские подданные. Это все дело было названо актом о Квебеке, и он действует в Канаде до сих пор. Хуже всего для надеявшихся на сотрудничество с Квебеком американцев было то, что англичане раздали Квебеку кучу земель. Колония расширилась на юг до реки Огайо и на запад до реки Миссисипи. Потенциальный разрыв с Великобританией теперь грозил Квебекцам территориальными спорами с США. Хотя от британской империи Квебекцы не были в восторге, своим положением они в целом были довольны. И тут нужно удивляться, конечно, не тому, как легко их оказалось купить. Ну, потому что, знаете, равные права с соседями, возможность спокойно жить согласно своим традициям и отсутствия войны, это на самом деле довольно много. Удивляться тут надо тому, насколько свободолюбивыми и почти аномально политически сознательными оказались их южные соседи. И тому, какую в этом роль сыграла сама Британия и английская культура. Американцы со своей революцией были настоящими визионерами. Для того, чтобы выдвинуть девиз «нет налогом без представительства», нужно не только ценить свои деньги, но и понимать значение политического, собственно, представительства. В 18 веке лучше всех в мире это понимали, да, англичане. Британия предоставляла своим колониям широкие права самоуправления. Колониальные ассамблеи принимали местные законы и были ответственны перед народом. Когда их притесняли, они давали отпор. Массачусетс бодался с английским парламентом по вопросу о самоуправлении 17 века. Американская революция – это революция английских протестантов. Людей, в чьей истории был опыт славной революции. Конечно, они опирались на труды не только англичанина Джона Локка, но и, скажем, на работы француза Монтескио. Но главное, что традиции представительства в англоязычном обществе уже довольно давно существовали на практике. Так что, вероятно, даже если бы британцы попробовали проделать то же самое, что они проделали с Квебеком в колониях южнее, это вряд ли бы привело к тем же результатам. Тем более, что англичане тогда грабили одну свою колонию, чтобы спасти власть в другой. Напоминаю, что триггером для американской революции стало очередное задирание налогов, предпринятое англичанами, чтобы спасти свою остиндийскую компанию от банкротства. Ну а что же с политическим сознанием было во французских колониях? Да, в общем-то, ничего. В Версале все еще сидели людовики, революция еще не случилась, гильотину еще не придумали, а представительская демократия оставалась в лучшем случае темой для обсуждения в парижских салонах, которые, к тому же, были на самом деле бесконечно далеки от Квебека. И стали еще дальше к моменту власти англичан. Большинство его жителей к этому моменту уже утратили связь со старой родиной и привыкли к британскому правлению, особенно после принятия акта Квебеки. Так что, когда в 1975 году континентальный конгресс США послал канадцам очередной инвайт, то квебекцы не просто не присоединились и не ответили, а еще и отправили осажденным в Бостоне британским войскам провиант. На следующий год в Квебек и Монреаль во главе делегации континентального конгресса отправился сам Бенджамин Франклин. Но канадские колонисты стояли на своем. Франклин нес им войну без гарантии победы, а на руках у них уже были недавно дарованные Лондонам права. И потом, кто во время семилетней войны жег их деревни и города? Те самые южане. В общем, диалог как-то не пошел. Континентальный конгресс оказался не таким уж континентальным. К моменту принятия Декларации о независимости в 76-м канадские колонии дали явно понять, что они будут сражаться на стороне метрополии. Американцы тогда ответили, что в таком случае захват и аннексия Канады это историческая неизбежность. И даже одобрили ее вхождение в состав США в статье о конфедерации в 77-м году. Но это не опрометчиво, конечно. Единственная попытка захватить Канаду с наскоку провалилась полностью. В июне 1775-го американская армия вторглась в провинцию Квебек, взяла Монреаль, но была остановлена перед стенами Квебек-Сити и после неудачной зимней кампании отступила обратно в Нью-Йорк. Да, об этом я уже раньше упоминал. В процессе, правда, честно говоря, как-то выяснилось, что квебекцы не в восторге от американцев, но и не очень собираются поддерживать англичан, и в общем и целом война прокатилась по их территориям без их участия. По крайней мере, без особо заметного. В итоге вышло так, что Новая Шотландия хотела, но ее не взяли. Квебек не хотел и остался при своем, а две другие почти не заселенные колонии, острова Нью-Фаундленд и Принц-Эдвард, мало кого интересовали и остались британскими. У Канады удалось оторвать только отдаленные северо-западные территории, район Великих Озер, будущий железный пояс США, который заржавеет к 1970-м. По Парижскому договору 1783 года Великобритания отказалась от своих претензий на 13 колоний. Договор установил международную границу между США и канадскими владениями империи. Не обошлось без территориальных споров, и до сих пор канадцы и американцы ругаются из-за нескольких скалистых островов между штатом Мэн и Новой Шотландией. Но это так, по мелочи, не Тайвань. Десятки тысяч американских колонистов, сохранивших верность короне, ушли на север. Квебек впервые заговорил и по-английски. Для удобства колонию разделили на франкоязычную Нижнюю Канаду и англоязычную Верхнюю Канаду. Сегодня это, соответственно, канадские провинции Квебек и Онтарио. Дальше зажили мирно. Но канадский вопрос оставался открытым. Некоторые американские политики считали, что дело сделано лишь наполовину, и миссия отцов-основателей не будет завершена, пока хоть один европейский монарх правит на пространстве от Мексиканского залива до Арктики. Так что в июне 1812 США опять попыталась съесть Канаду. И отхватить весь север у англичан. За шесть дней до вторжения Наполеона в Россию, Конгресс США объявил войну Великобритании. Началась вторая англо-американская война. С поводом для нее проблем не было. В Европе вовсю шли наполеоновские войны, и британцы насильно забирали солдаты американских колонистов, останавливая для этого корабли. Всех, кого загребали, отправляли на Ла-Манш защищать родину. И особо тут ценились бывшие моряки Королевского флота. Кроме того, британцы постоянно вмешивались в американскую торговлю и подстрекали индейцев к войне на фронтирах. Американские армии двинулись на север, полные оптимистических надежд. Томас Джефферсон писал в письмах, что война будет просто делом марша. Да и вообще, никто среди сторонников войны не сомневался, что Канада будет завоевана. Поэтому шкуру канадского гризли начали делить заранее. Кто-то хотел прямой аннексии, кто-то предлагал обменять территории на торговые привилегии, ну а кто-то считал, что канадцы будут счастливы освободиться от аков Британской империи. Последние, конечно, ошиблись больше всех. Очень быстро выяснилось, что канадцы отнюдь не горят желанием уходить из-под гнета Британской империи, чтобы добровольно присоединиться к США. Ну а завоевание Канады, как выяснилось, это непростое дело марша. Американцам удалось захватить и разграбить несколько городов, включая будущий Торонто, и... все. Канадцы дали неожиданно серьезный отпор. Британская и американская армии вместе с ополченцами и индейцами почти три года толкались на границы, периодически обмениваясь территориями вдоль реки Ниагара, и смысл происходящего ускользал от участников конфликта с каждым новым сражением. Перелом наступил в 1814-м, когда британцы заняли большую часть штата Мэн и отомстили за взятие Торонто, спалив Вашингтон. А американцам везло на юге. Будущий президент Эндрю Джексон захватил Новый Орлеан, и успешная оборона форта МакГенри во время британской атаки на Балтимор стала вдохновением для создания гимна США. Тем временем в Европе наконец добили Наполеона, и война вдруг вышла из моды. Американцы поспешили договариваться, опасаясь, что освободившаяся Великобритания отправится возвращать свои колонии. Но от этой затеи британское правительство отговаривал сам герой в отрылу герцог Веллингтон, и на большой реванш так и не решились. В 1815-м году стороны заключили мирный договор, оставили границу на том же месте, а затем объявили о своей победе. Одновременно. Война 1812-го года, как ее назовут в Америке, и тут, кстати, есть вопрос, что не так с людьми, которые дают название войнам. Так вот, война 1812-го года это одна из тех войн, которые по факту потом нравятся всем, потому что все считают, что они-то вот в этой войне были молодцами. Вот американцы, например, гордятся тем, что они посрамили владычицу морей Англию на море, потому что они действительно были довольно успешны в морских сражениях. И то, что там им Белый дом сожгли по дороге, это мелочи. Канадцы с такой же гордостью вспоминают об этой войне, как о войне отечественной, то есть в которой их отважные отцы плечом к плечу отразили мощь великих и ужасных, которыми тогда еще их противники на самом деле не были, Соединенных Штатов и спасли страну от завоевания. Канадский рассказ о войне 1812-го года это такая борьба Давида против Гриафа, ну или повстанцев против империи. По результатам опросов 2012-го года выяснилось, что канадцы считают победу в войне 1812-го года второй по важностью вещи в вопросе национального объединения. Первое, они, кстати, считают систему здравоохранения, вот так вот. Ну, учитывая, что они постоянно наблюдают альтернативу в виде частной медицины в США, ну, наверное, это действительно серьезная штука для социальной консолидации в Канаде. Но тут интересно, что такое отношение к войне 1812-го года встречается именно у жителей восточных провинций. Жителям западной, честно говоря, более-менее пофигу, они об этой войне почти не вспоминают. Как и знаете, кто еще? Англичане. Вот этим вообще по барабану, что там происходило. В любом случае, окончательное решение канадского вопроса произошло не тогда. В декабре 1923-го года президент США Джеймс Монро сообщил, что отныне страна не будет вмешиваться в дела колоний, если только эти колонии не объявят о своей независимости. Если же любая митрополия на такое ответит силой, то это будет, цитата, проявлением недружественного расположения к Соединенным Штатам. Как говорится, ловко ты это придумал, я даже сначала как-то не понял. Доктрина Монро определила американскую политику в отношении европейцев в Америке на добрые полвека вперед. И канадцы ей сильно заинтересовались, потому что с одной стороны вроде бы как американским ястребам сказали придержать свои планы на северного соседа, а с другой стороны канадцев как бы приглашали к бунту, получается. В 1830-х бунты действительно случились. Дошло до того, что толпа сожгла парламент в Монреале. Но Британия училась на своих ошибках и постепенно передавала права самоуправления своим североамериканским колониям. В 48-м году, пока Европа с ума сходила по революциям, Новая Шотландия обзавелась собственным премьер-министром с кабинетом министров. За ней последовали и остальные колонии. Но фундаментальное противоречие Канадой никуда не денешь. Страна разделена на франкоязычную и англоязычную части. Вдобавок, близость к США делала вопрос объединения вечно актуальным. Канада оставалась королевской колонией, а под боком у нее была республика, да еще с довольно агрессивными практиками политического пиара. Имперские чиновники, конечно, пытались осуждать республиканизм американского образца, но выходило плохо. В 50-х годах 19 века даже консерваторы в Торонто и Монреале выступали за реформу в стиле американской системы. Дескать, давайте менять конституцию, хватит подражать парламенту в Англии, и мы вообще на другом континенте. В это же время вы не поверите в Квебеке, том самом, который во время войны за независимость никак к Америке не хотел присоединяться, возникло движение присоединения к Америке. Англоязычные жители Квебека боялись растущего влияния франкофонов. Аргументы в пользу аннексии сводились к трем пунктам. Во-первых, американцы дадут Канаде, рынки сбыта, во-вторых, национальную безопасность и, в-третьих, ресурсы для освоения западных территорий. Американцы тогда как раз трансконтинентальную железку строили, и канадцы такие подумали, а неплохая идея, потому что в Канаде тогда вопрос незаселенности западных провинций стоял даже острее, чем вопрос незаселенности в Сибири. Страна была уже одной из крупнейших на планете, а все ее население ютилось где-то там на востоке, на юге, на границе с США. И все-таки большинство протестных движений стремилось не к объединению с США, а к ослаблению власти Лондона. Американской системой они только вдохновлялись. Вопреки желаниям многих американцев, Канада в Штаты никогда всерьез не метила, потому что США — это бренд с двойным дном. Свобода свободой, но куда деть милитаристский экспансионизм, да еще и к тому же рабство, которое в Канаде отменили аж в 1803-м. Да и франкоязычное население было против. В общем, южными соседями канадцы всегда были недовольны даже больше, чем британцами. Но и британцами себя считать уже как-то не получалось. Поэтому пришлось такие во второй половине века отвечать на вопрос, а кто такие канадцы? Началось все с нашествия ирландцев. Их страну в сороковые постиг ужасный голод, выкосив остров на треть, и миллионы людей сбежали в США. Там они, убежденные в вине британцев в голоде, стали объединяться для мести. Но где найти британцев в Северной Америке? Правильно, на 300 километров севернее Бостона. В ближайшие два десятилетия отряды американских ирландцев будут терроризировать приграничные районы Канады ради давления на империю. Характерно, кстати, что правительство США не поддерживало налеты, а президент Грант даже арестовал главарей банд. Но тут еще ситуацию усложняло то, что примерно четверть населения Канады тогда это ирландские католики. И было не очень понятно, чью сторону они в случае чего займут. В 1860-м госсекретарь США Уильям Сюард предсказал, что западная часть Британской Северной Америки вместе с русской Аляской войдет в состав США. А потом его прогноз начал сбываться. Американцы и правда забрали Аляску. Другим ударом по американской репутации стала гражданская война. Многим в Канаде показалось, что это провал всего американского проекта. А в самой же Америке война стала причиной новых призывов захватить Канаду, когда выяснилось, что Великобритания через нее спонсировала конфедератов. Агенты конфедерации даже использовали британские колонии в качестве базы для нападений на Северные Штаты. И за эти выкрутасы британцам потом пришлось платить репарации. Ну и в конце концов, это были времена активной американской экспансии во все стороны. Госсекретарь Сьюарт, помимо Аляски и Канады, зарился еще и на Гренландию с Карибскими островами. «Я знаю», — говорил он в 1867, — «что природа задумала, чтобы весь этот континент, а не только эти 36 штатов, рано или поздно оказался в магическом круге Американского Союза». Та же британская Колумбия Запад Канады ультимативно потребовала от королевы Виктории либо выплатить канадские долги, либо дать ей возможность присоединиться к США. Через некоторое время и по Ванкуверу разлетелась петиция, которая призывала президента Гранта ввести войска и аннексировать Канаду, тем более что британцы тогда свой канадский контингент активно сокращали. Короче, было время довольно тревожное, и Канаде пришлось определяться, что оно такое, и у нее получилось в 1860-х. И это было сделано мирным путем. В результате продолжительных споров, нескольких конференций в разных частях страны и конкурентных выборов колонии нашли для себя общий знаменатель. Это было новое федеральное устройство под названием Доминион Британской империи, которую еще иногда, пусть это и не точно, называют конфедерацией. Все колонии вошли в состав Доминиона на равных условиях. Франкоязычные регионы, наконец, сумели договориться с англоязычными, а католики с протестантами. Все согласились, что нужно единое экономическое пространство, трансконтинентальная железная дорога, общая безопасность, и что им не нужны американские политики и ирландские повстанцы. Королева Виктория была не против и подписала акт о Британской Северной Америке, до сих пор главный конституционный документ Канады. Фактически тогда из горстки разрозненных колоний родилось единое государство. В компетенции британской короны осталась только внешняя политика. И с тех пор Канада медленно, но верно шла к полной самостоятельности. Британцы ей в этом не мешали, и в конце концов их присутствие на американском континенте сократилось до символического лика британского монарха на 20-долларовой купюре. За прошедшие с объявления Конфедерации 150 лет Канаду много раз кидало из страны в сторону. Возникали конкурирующие национальные проекты. Но важно, что именно тогда, в 1860-х, страна наконец определилась, что она именно Канада, а не северное продолжение США или западное продолжение Англии или Франции. Сегодня аннексию Канады со стороны США, по-видимому, поддерживает абсолютное меньшинство канадцев. Разные опросы дают разные числа, но, судя по всему, в последние годы таких людей меньше 10%. И это при том, что отношения между странами, ну, самые дружелюбные. Чтобы вы понимали, сейчас между США и Канадой граница, которую столько раз пересекали войска с обеих сторон, чтобы что-нибудь пожечь, завоевать или кого-нибудь убить, никем не охраняется. И это самая длинная неохраняемая граница в мире. Вот такой вот хороший конец у этой истории. А если вы хотите сделать его еще лучше, то подпишитесь на канал, поставьте лайк этому видео или отпишитесь в комментариях. А если вы хотите, чтобы он стал, ну, прям, вот вообще замечательным, то подписывайтесь на наш Boosty, если у вас русская карта, или на Patreon, если у вас карта иностранная. Там можно поддержать канал, смотреть ролики самыми первыми и делать это без интегративной рекламы. В любом случае, спасибо всем, кто смотрит эти видео. Не забывайте делиться ими с друзьями, и скоро увидимся.